Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Смотрите видео внимательно и вы будете принимать участие в конкурсе на 150 российских рублей. Первая посылка. И здесь у нас маленький-маленький кабель USB, micro USB. Я его заказал для автомобиля, то есть мне не надо в автомобиле длинный двухметровый кабель какой-то. Мне достаточно вот такого кабелька, чтобы подключить его в зарядку, положить телефон в нишу. И я думаю, мне вот этих 20 сантиметров в принципе должно хватать. Оплетка из нейлона, наконечники скорее всего металлические, алюминий. Следующая посылка. И здесь у нас очки виртуальной реальности. То есть вот такая вот просто корабуля. Сделай сам. Собираете этот конструктор, у вас получаются по итогу вот такие вот очки, в которые вы закладываете телефон, надеваете на голову и смотрите. Чего-то там смотрите. Я покупал ее достаточно дешево, буквально там за полтора или два доллара. За ту цену, которую ее обычно продают, там от пяти и выше, я бы естественно вот этот картон, эту хреновину не покупал. Хочу сказать несколько слов об этой картонной штуковине. В первую очередь, собирается она достаточно просто. В инструкции все нормально изложено, никаких заморочек особо не наблюдалось. Единственное, что я так и не понял, для чего нужны вот эти магниты. Хотя сделал все по инструкции. Вот они здесь двигаются, один с другой стороны, здесь находится второй. Что они выполняют, какую роль, непонятно. Ну да ладно. С магнитами этими, в принципе, я не заморачивался. Сделал по инструкции и оставил как есть. Дальше. Эта штука, в принципе, ненадежная. Так как это картон, она у вас прослужит, ну не очень долго. Я думаю, максимум, ну наверное, пару недель при активном ее использовании. Если вы попадете куда-то под дождь или просто влажное помещение, там ванна какая-то, ну естественно, все у вас развалится и испортится. Дальше. Вот эти линзы, которые здесь стоят, комплектные, они слегка искажают все. Даже не слегка, достаточно сильно искажают. За счет этого картинка получается не очень такая приятная, как хотелось бы видеть. Но, в принципе, если учесть, что эта штука стоила мне полтора доллара, то как тест-образец для того, чтобы узнать, надо ли вам VR очки или нет, я думаю, стоит прикупить. Поэтому, если вдруг вы найдете такую вещь по дешевой цене, можете взять смело, потестить, побаловаться. Плюс ко всему, не знаю, почему вот эти резинки, точнее не резинки, а вот это крепление, оно периодически отваливается. Хотя оно якобы на двухстороннем скотче здесь держится. Но факт в том, что эти приклеились хорошо, эти иногда отваливаются. Я защелкиваю, отнимаю, и они у меня остаются здесь, с этой стороны. Дальше. Приложений для этой штуки, на самом деле, в Play Market очень-очень огромное количество. Ну, я скачал, в принципе, одно из самых популярных, 360 Tube или Tube. Для того, чтобы нормально пользоваться приложением, вам не надо постоянно извлекать телефон. Вы регулировкой вот этих очков, поворотом головы, вниз, вверх, можете настроить то, что вам надо, какое приложение. Допустим, вы там катаетесь на американских горках, потом захотели посетить комнату ужасов каких-нибудь. Вы делаете наклон головы, выбираете, допустим, следующий канал, ну или переход в какую-то там комнату. Точно так же подтверждаете, там есть Play, пауза, ну и в таком духе. Показать вам ту атмосферу, которая присутствует в этих очках, у меня не получится. Единственное, что хотелось бы сказать, я, наверное, ну когда-нибудь себе прикуплю нормальные веерочки для того, чтобы действительно посмотреть на это все качественно. Ну, а пока буду пользоваться этими, пока не порвутся. Блин, могли бы положить какой-нибудь пакет чуть побольше. И здесь у нас находится универсальный чехол для телефона. Телефон 5,5 дюймов должен быть. Здесь сразу качество видно, он какой-то наплыв, хрен поймешь. Имеется вот такой хлястик-ярлычок. Там внутри эта тесенка уходит вниз. Надеюсь, в чехле влезет. Не очень. Ну, ладно. То есть вот, 5,5 телефон, спокойно в него вставляется. Место, в принципе, в бампере уже не получается его встать. Места не хватает. То есть вам ваш телефон надо, вам не надо его ковыряться, ничего. Просто потянулись за этот хлястик, и телефон у вас в руках. Вещь предназначена для тех, у кого неизвестные бренды на телефонах, не настолько известные, не популярные, и на которые китайцы не особо с охотой делают чехлы. Поэтому можете приобретать вот такой чехольчик, и я думаю, вопросы отпадут сами по себе. Качество так себе. Ну, правда, и стоит, конечно, недорого. Просто две лампочки, рассказать о них нечего. Тестировать я их не буду. Я их покупал по супер-супер какой-то халявной скидке. Там буквально за пару центов они мне достались. Имеется сзади радиатор. Ставить в ближайшее время мне их некуда. Поэтому, возможно, когда-нибудь затестирую, и в комплект, в подарок продавец положил вот такую вот, какую-то переводку, наклейку. Я думаю, это применю точно. Так, следующая посылочка. И здесь у нас зарядное устройство. Я заказывал как-то зарядку Litocala, а здесь у нас Basson. Тоже достаточно именитый бренд. Делает пауэрбанки, делает различные аккумуляторные батареи 18650. И, соответственно, вот такие зарядки. Очень часто раздает всяческие купоны. И вот эти вещи можно купить не очень дорого. Ссылочку я оставлю в описании. Соответственно, перейдете в этот магазин. И цена не всегда такая, как вы хотели бы. Но если будете следить за обновлениями, то можете норматься на купон и купить достаточно дешево. И последняя посылка. Я даже не буду открывать ее на ту камеру. Я открою ее так, потому что... Ох, блин, чуть не разрезал. Я, в принципе, догадываюсь, что находится внутри. И, в принципе... Ох, блин. И в последней посылке у нас вот такой вот рюкзачок. Рюкзак бескаркасный. То есть, он не имеет никаких жестких оснований. Тесенки не очень большие. То есть, ну, вряд ли очень большой какой-то дядя сможет использовать этот рюкзак. Одно большое отделение. Имеется задний карман на спине. Карман предназначен для того, чтобы хранить какие-то ценные вещи. Документы, планшет, телефон, еще что-нибудь. Основная ниша в рюкзаке достаточно вместительная. Я умудрился всунуть в нее ноутбук 15,6 дюймов. Правда, немножко по диагонали пришлось поставить, чтобы замок нормально застегнулся. Но вообще, в принципе, он справляется с теми задачами, для которых я его брал. Полностью вся экипировка сына помещается без проблем. Остается очень много места. А за его стоимость в 8 долларов, я думаю, найти что-то лучше у вас не получится. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Да и вообще просто поставьте лайк. И вы тогда примите участие в конкурсе на 150 российских рублей. А для этого также надо написать комментарий и быть подписчиком моего канала. Ну и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.